На телеканале РБК Омск новости в студии Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Ужасы нашего городка в соцсетях предупреждают. В Омске орудует маньяк. Закручивают гайки. В Омской мэрии, судя по всему, решили взять под контроль всю систему общественных пассажироперевозок в городе. На сайте городадминистрации опубликовано постановление, согласно которому 65 муниципальных маршрутов переведут статус регулируемых. Предполагается, что это обяжет предпринимателей, занимающихся перевозками, сдавать половую выручку властям, отчисляя им вознаграждение согласно заключенному договору. Во всяком случае, это предусмотрено федеральным законом об организации регулярных перевозок. Судя по графику, который прикреплен к документу, в течение года мэрия планирует заключить договоры с владельцами 14 городских и 7 садовых маршрутов, то есть, по сути, всех существующих в городе. В департаменте транспорта ситуацию пока не комментируют. От очередного передела рынка перевозчики оказались не в восторге. Они утверждают, что администрация города намеревалась сначала опробовать новую систему. На муниципальных ПТП теперь же приняты единые правила игры для всех, нарушающие устоявшийся порядок. Проведение электронных аукционов обострит конкуренцию среди перевозчиков. При этом за бортом могут остаться омские предприниматели, уже инвестировавшие в покупку новых автобусов. Участники рынка опасаются появления демпингующих компаний, которые, установив минимальную стоимость проезда и получив контракт, так и не выйдут на маршрут. Местные перевозчики, которые инвестировали уже много денег в город Омск и приобретали подвижной сустав, могут оказаться на обочине. А тот, кто окажется на обочине, будет думать оставаться в городе Омске или бросить этот сибирский город и искать другую долю, другую судьбу. Работу на юбилейном мосту в очередной раз почти закончили, сообщает пресс-служба мэрии. Строители завершили асфальтирование проезжей части и приступили к укладке тротуаров. Причем, по словам чиновников, за каждым этапом работ следят специалисты администрации ИСИБАДИ. На мосту все еще работает система мониторинга, которая контролирует техническое состояние во время проведения строительно-монтажных работ. За каждым отклонением элементов от эталонного значения следят порядка 30 специальных датчиков. Открыть мост обещают в начале октября, однако ранее сроки неоднократно переносились. До официального дедлайна осталось чуть больше месяца. И если объект к этому моменту не откроют, подрядчику грозит денежный штраф. В России могут ужесточить продажу алкоголя. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила о возможном повышении возраста продажи спиртного до 21 или 20 лет. Она признала, что Кабмин пока недоволен результатами, достигнутыми в борьбе с пьянством в России. Речь идет о действующих в рамках нацпроекта «Демография» в федеральном проекте по внедрению здорового образа жизни, который включает меры по ограничению употребления алкоголя и табака. Голикова подчеркнула, никто не призывает все запретить, но предложила ориентироваться на международный опыт борьбы с пьянством, в том числе на страны СНГ, где принимают решение продавать крепкие напитки не с 18, а с 20 или 21 года. Примечательно, что ритейлеры на этот раз, похоже, инициативу чиновников поддержали. Это добавит, безусловно, хлопот розничной торговли, потому что нужно будет еще более тщательно проверять паспорта у граждан при продаже алкоголя. Но, в принципе, отрасль уже готова к этому, потому что мы уже это делаем. Мы уже проверяем паспорта сейчас тех, кому может быть 15 лет, что он может ему продать. Поэтому я не вижу таких каких-то больших потрясений. Поэтому любое решение, которое будет принято к государственной думе, мы вынуждены будем выполнять. По данным аналитиков ЦИОМа, почти 60% россиян запрет на продажу алкоголя людям моложе 21 года поддерживают. Вопреки стереотипам, запретительные меры дадут нужный эффект, считает Голикова, если правильно доносить их значение. К тому же, пообещала вице-премьера, все инициативы к продвижению здорового образа жизни будут выносить на обсуждение и оценивать все риски. Ритейлеры, между тем, инициативу оценивают положительно, даже несмотря на то, что ее ведение грозит новыми трудностями в розничной торговле. Хорошая новость для владельцев малого и среднего бизнеса. Субсидии с бюджета на программу льготных кредитов для предпринимателей увеличат в 11 раз уже в следующем году. Государство готово компенсировать российским банкам более 7 млрд. рублей недополученных доходов при кредитовании по льготным ставкам малых и средних предприятий. Речь идет о выдаче займов на проекты приоритетных отраслях по ставке 6,5%. Согласно действующим правилам, разницу с рыночными ставками 3% для малого и 3,5% для среднего бизнеса банкам возмещает бюджет. Если заложенные в этом году средства позволяют выдать кредитов на 20 млрд. рублей, то в 2019-м речь может идти уже о льготном кредитовании более чем 200 млрд. Увеличение поддержки малого и среднего бизнеса – одно из направлений в рамках новых майских указов президента. К 2024-му количество предпринимателей должно вырасти на 6 млн. человек. С 19 на 25 млн. А вот реализация еще одной меры поддержки бизнеса – упрощение регистрации компаний – зашла в тупик, сообщает коммерсант со ссылкой на Минэкономразвитие. Ведомство официально признало – притворить громкую инициативу начала года в реальность вряд ли получится. Найти компромисс с контролирующими органами и налоговой не удается. Напомню, малому бизнесу предлагали разрешить регистрироваться без фактического адреса на базе почтового ящика или электронного сервиса. Причем для тех, кто собирался воспользоваться такой возможностью, предлагали даже обнулить госпошлину. Инициатива была одобрена президиумом проектного офиса правительства. Однако в налоговой службе и всемирной группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег категорически против таких изменений. С точки зрения ФАТФ, предложенный вариант не является желательным, поскольку сопряжен с риском ненахождения юридического лица. Хотя напрямую не запрещает предоставить такую возможность регистрации бизнеса. В бизнес-сообществе между тем упрощение регистрации компании ждут давно. По данным опоры России, около 20% предпринимателей не нуждаются в офисе. Новые правила снизят издержки на оплату ненужных помещений и закроют рынок фиктивной аренды и юридических адресов. Взамен министерстве предлагают обсудить вариант регистрации компаний по месту жительства учредителей юрлица. Впрочем, в опоре России отмечают, этот способ не решает проблемы адресов массовой регистрации. Да и особенных привилегий этот подход не дает. Организация направила в аппарат правительства другое предложение – продолжить обсуждение регистрации юрлиц по месту почтового отделения, а также по корпоративному адресу электронной почты. Для этого необходимо внести изменения в гражданский кодекс. Предпринимателю для того, чтобы зарегистрировать, к примеру, юрлицо, нужен физический адрес, он должен заключить договор аренды. У него нет договора аренды, потому что у него нет юридического лица, не на кого заключить. И получается история про то, что первичник, курица или юрлицо, регистрировать по адресу, по почтовому отделению или по электронной почте, это бы, конечно, сняло все эти проблемы. Подробнее о малом бизнесе поговорим с предпринимателем Михаилом Деревянко. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Кроме сложностей при регистрации, какие еще проблемы на начальном этапе существуют у малого бизнеса, конкретно в России и в Омске? Ну, я думаю, основная проблема, с которой сталкивается малый бизнес в нашей стране, это, первое, отсутствие информации о том, как вести бизнес. Хотя она в очень доступном режиме находится в интернете, либо также можно очень хорошо проконсультироваться в каких-то налоговых органах. Никто, по крайней мере, никогда мне лично не отказывал в консультациях. Но, я думаю, основная проблема в том, что люди считают, что все на поверхности и практически не прикладывают никаких усилий для того, чтобы просто получить эту даже базовую информацию. И, соответственно, попадая в какие-то сложные ситуации, когда не знают законодательства, не знают, как правильно начинать бизнес. Ну и вторая основная проблема, с которой многие сталкиваются, это отсутствие, я думаю, стартового капитала. Поскольку у нас люди настроены таким образом, что они все-таки стараются найти где-то деньги и вложить их. Хотя весь уже, скажем так, западный мир, он может начать бизнес абсолютно не имея никаких денег. То есть я считаю, что вот эти две проблемы основные, с которыми сталкивается наш малый бизнес в России и не только в Омске. А что касается конкретно Омска, в последних рейтингах по инвестиционной привлекательности наш город занимает далеко не лидирующие позиции. Как вы считаете, в чем причина и какие все-таки проблемы у нас именно в Омске есть? Я считаю, что у нас достаточно сложный рынок в городе. То есть в целом я вижу, что нет особых проблем во власти, нет особых проблем в каких-то проверяющих органах. Я думаю, что наш регион называют депрессивным и я думаю, что это связано с тем, что не очень высокий уровень жизни населения и может быть доходы не такие высокие. И люди не могут себе позволить какие-то, скажем, более дорогие вещи, более дорогие услуги. И, соответственно, у предпринимателей, которые задействованы в малом бизнесе, у них нет особого выбора, в каких сферах и нишах себя задействовать. То есть в основном это базовые потребности, еда, одежда и мало очень инновационных каких-то сфер, куда можно вложить деньги. Поэтому я думаю, вот проблема в этом нашем регионе. Недавно вы открыли свое представительство в Китае. Насколько сложно это было сделать и вообще, насколько кардинально отличается малый бизнес в России и в Поднебесной? Вы знаете, отличается очень сильно и это видно даже просто от общения с людьми. То есть в основном здесь мой круг окружения в России это предприниматели из малого, среднего и крупного бизнеса. В Китае, соответственно, то же самое. И могу сказать, что даже по складу мышления люди, они немного разные. То есть все-таки у нас люди как-то в малом бизнесе больше они стремятся к самозанятости и не к развитию бизнеса. То есть они могут, не знаю, заниматься каким-то небольшим делом просто ради того, чтобы зарабатывать 30-50-100 тысяч рублей в месяц и особо дальше к развитию своей компании не стремятся. В Китае же люди, даже если работают по найму, они обязательно как-то вот параллельно развивают какие-то направления. Будь то малый бизнес, либо бизнес своей супруги, супруга. Кто-то может быть даже приторговывает на бирже. И реально очень многие китайцы, они прям вот завязаны на бизнес и у них очень бизнесовое мышление. Что касаемо развития, то, конечно же, признаюсь, что в Китае поддержка государства, она намного лучше и более глубже, чем у нас в России. А вот что касается регистрации, сложно ли было открыть свое дело именно в Китае? Вы знаете, да, намного сложнее, чем в России. То есть если в России можно любую компанию, либо ИП открыть буквально за 7 рабочих дней, то в Китае регистрация фирмы может занять до 30 рабочих дней. И это, скажем так, усложняет деятельность, особенно для иностранных компаний. То есть это связано прежде всего с тем, что рынок Китая, он очень огромный и очень огромное количество желающих зарегистрировать свою компанию. И китайские власти, они определенным образом ограничивают тех людей, которые хотели бы просто открыть свою фирму и ничего не делать. Поэтому есть несколько барьеров, прежде чем открыть свою компанию. Например, первый этап, это нужно придумать название своей компании, подать ее в определенный орган. И если именно такой же компании не будет в Китае, то тогда вам дадут уже шанс перейти на следующий этап. То есть это сбор документов и оплата пошлин. А вот что касается государственной поддержки, вы уже упомянули, что в Китае государство поддерживает бизнес намного эффективнее, намного более глобальнее, чем в России. Как вы считаете, какие еще практики стоило бы принять нам? Ну, прежде всего, очень хорошо в Китае развит институт бизнес-инкубаторов. То есть, например, у нас в Омске есть тоже Омский региональный бизнес-инкубатор. И он в основном принимает компании без какой-либо особой направленности. Есть у нас IT-парк, который больше сконцентрирован на предпринимателях IT-сферы. В Китае очень четко идет разделение по различным сферам. То есть у них есть определенные IT-парки, есть бизнес-инкубаторы, которые отвечают только за торговлю, либо только за услуги. И, например, в провинции Шандон, где мы базируемся, я знаю около 50 различных бизнес-инкубаторов по различным направлениям сферы деятельности. И помимо просто предоставления каких-то льготных помещений, оргтехники, бизнес-инкубаторы очень хорошо еще развивают именно финансовую поддержку. То есть можно получить, допустим, я знаю такие суммы, до 5 миллионов юаней на старте своего бизнеса. То есть что является очень хорошим подспорьем именно к началу бизнеса. В целом существует такое мнение, что бизнес, рынок Китая перенасыщен различными товарами и придумать что-то новое очень сложно. Так ли это на самом деле и как вам удалось покорить китайский рынок? Вы знаете, здесь можно отчасти согласиться с тем, что на рынке Китая очень много различных товаров, но также есть определенные ниши, где есть недостаток. То есть вот есть даже официальная статистика, например, что Китай производит только 30% риса, который им необходим. То есть 70% они импортируют. То есть это огромная ниша, и это только один я товар вам назвал. Во многих сферах производства есть также огромная потребность, необходимость в российских товарах в том числе. И просто нужно мониторить рынок и понимать, с каким товаром заходить на китайский рынок. Михаил, спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо вам. А я напоминаю, с нами был Михаил Деревянко и к другим темам дня. Новому Болшиному рынку, который стихийно возник на улице 70-летия октября, напротив торгового города снова могут сменить прописку и перенести на другое место. Горадминистрация на этот шаг готова пойти в том числе, чтобы успокоить недовольных горожан. На барахолку, которая раньше располагалась на улице Богдана Хмельницкого, а мечи жалуются уже несколько месяцев. По выходным рынок разрастается настолько, что доморощенные коммерсанты пренебрегают границами отведенной для торговли площадки и занимают газоны вдоль проезжей части и пешеходных дорожек. Это и неудобно, и некрасиво. Еще одна причина великого переселения – застройка территории торгового города. В качестве альтернативы мэрия готова предложить продавцам территорию муниципальности. Правда, за торговое место под экономическим солнцем о мечам придется побороться. На площадке у автовокзала торговля уже идет, и при том довольно бойко. Сами коммерсанты постоянными переездами с соседством с более крупными торговыми точками недовольны. И мэрия, чтобы их у милости, ведь и готова вновь подарить места. Директор Департамента имущественных отношений городской администрации Денис Денежкин, например, заявил, что арендную плату за пользование территорией муниципального рынка взимать с мечей не будут. Полтавский районный суд вынес приговор очередному черному лесорубу. 34-летний местный житель не дождался запуска лесопромышленного кластера в Омской области с участием китайского капитала, решив самостоятельно вырубить 22 березы. К компаньонам он сообщил, что имеет разрешение на вырубку лесных насаждений. В итоге вердикт суда – год лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев и возмещением ущерба государству на сумму 81 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил. Как ранее сообщала РБК Омск, иркутская компания с участием капитала из Поднебесной пообещала вложить в заготовку и переработку ценнейшего омского леса полтора миллиарда рублей созданием рабочих мест для местных жителей. Кстати, только в Тарском районе, как показала проверка Рослескоза и общественников, незаконно вырубают деревьев на десятки миллионов рублей. Было установлено, что только на территории одного Тарского района общий объем незаконной рубки составил 3955 кубометров. В денежном выражении это ущерб порядка 42,5 миллионов рублей. Время платить по счетам. Российские банки переживают массовый отток валюты. Из-за новостей о новом пакете санкций США и возможного запрета для госбанков вести расчеты в долларах, жители страны массово закрывают валютные счета. Об этом сообщают сразу несколько крупных российских изданий со ссылкой на Bloomberg. В свою очередь, эксперты и агентства заявляют, что такие выводы сделали на основе данных Центробанка России. Самый сильный удар из-за оттока валюты принял на себя Сбербанк. Только в августе его клиенты вывели со счетов более миллиарда долларов. И всего за этот месяц вкладчики сняли со своих счетов около полутора миллиардов. В случае с корпоративными клиентами цифры еще выше. В августе они забрали почти 5 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что некоторые граждане перемещают средства зарубежной юрисдикции. Сейчас в финансовых организациях разрабатывают способы удержать клиентов. Одна из более популярных мер – повышение ставки по долларовым депозитам. В некоторых банках это повышение двукратное. Федеральные СМИ сообщают, что в начале минувшей недели Сбербанк стал жертвой крупной аферы. Мошенники через банкоматы внесли фальшивок на несколько миллионов рублей. По данным издания «Невские новости», из-за двух банкоматов в Санкт-Петербурге изъято более тысячи поддельных купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что из-за массовых бросов фальшивок некоторые банки на время приостановили прием и выдачу крупных банкнот. Как не стать жертвой фальшивомонетчиков, о мечам рассказали эксперты Омского отделения Центробанка. Вслед за пятитысячными купюрами появилась информация о подделках двухтысячных купюр. Хотя специалисты уверяют, новые деньги имеют максимальную степень защиты. А главная проблема – финансовая неграмотность граждан. На выходных Центробанк приоткрыл завесу тайны и впустил гостей в свое здание 1904 года, где находится главное денежное хранилище города. Омичам впервые показали своего рода музей, где все экспонаты некоторым уже более ста лет до сих пор используются, а также показали современные способы защиты денежных знаков. По словам экспертов, отличить поддельную купюру от настоящей достаточно легко. Все зависит от внимательности. Золотой камин, которому более века, и дверь весом около тонны. Именно за ней хранился золотой запас Российской империи. То самое золото Колчака, история которого покрыта тайной. Святая святых – здание Центрального банка 1904 года постройки. Обычным гражданам сюда вход закрыт. Здесь принимают только высокопоставленных гостей, руководителей крупнейших российских банков. Впервые за сто лет эти двери открылись, чтобы впустить всех желающих. Причем приятные экскурсии совместили с полезным. В рамках неоткрытых дверей мы рассказываем, проводим лекции по финансовой грамотности, также распространяем методические материалы по различным направлениям, связанным с действием финансового рынка, как себя правильно вести, как выбрать услуги, как защитить себя от мошенников. Познакомиться с историей банка, первыми денежными знаками, посмотреть, как избавляются от старых купюр и разобраться, как не стать жертвой обмана. Специалисты уверяют, подделать купюр не так уж легко. Сегодня степень защиты денежных знаков велика. Специальные магнито-чувствительные инфракрасные ультрафиолетовые краски. Впрочем, фальшивомонетчики не сдаются, делая ставку не только и не столько на современные технологии, сколько на человеческий фактор. Сбыть купюры помогает, как правило, невнимательность будущих жертв и нежелание подробно изучить защитные особенности денег. С отчета Банка России. Всего за три месяца регулятор обнаружил почти 9,5 тысяч поддельных дензнаков. Всего 16 из них подделки новых банкнот номиналом в 2000 рублей. На самом деле, чтобы выявить фальшивку в спецоборудовании не обязательно. Например, пятитысячная купюра. При повороте герб Хабаровска должен менять цвет от малинового до зеленого. А на однотонном пространстве банкноты появляются радужные полосы. Подробнее о защите любой желающий может прочитать на сайте Центробанка. И все-таки есть деньги, которые даже специалисты не могут отличить от фальшивок. Пятирублевые монеты. Но на этих подделках много не заработаешь. А вот десятки подделать почти невозможно. Последним тенденциям у нас, наоборот, происходит снижение выявленных поддельных денежных знаков. По сравнению с 2016 годом, где-то в два раза снизилось общее количество выявленных фальшивок денежных знаков. Чтобы уберечь денежные запасы, защита нужна не только денежным средствам, но и местам их хранения. Многие факты о здании Центробанка 1904 года постройки и степени его защиты от журналистов скрыли. Именно такие тайны помогают защитить банк от попытки вторжения нежелательных лиц. Тем не менее, эксперты с удовольствием сообщают, что помещение с момента его постройки принадлежало только Центральному банку. Впрочем, уверяют сотрудники, и за его пределами деньги надежно защищены. И хотя федеральные новости периодически сообщают о массовом вбросе через банкоматы фальшивых купюр, по словам специалистов, о мечам беспокоиться не о чем. Смотреть в оба в соцсетях предупреждает о том, что в Чикаовском поселке орудует маньяк. Как утверждает автор поста, последнее нападение произошло поздним вечером 19 сентября. Злоумышленник напал на женщину возле трамвайных путей на улице Романенко. Этот случай якобы далеко не первый. Информация о предыдущем нападении в соцсетях появилась еще в июле. Тогда, как утверждает автор записи, правоохранители посчитали эту историю плодом чьей-то фантазии. Однако затем Следственный комитет все же возбудил уголовное дело. По факту нападения 19 сентября проводится полицейская проверка. Устанавливается личность нападавшего. В отделе полиции номер 6 МВД России по городу Омску проводится проверка по обращению о мечке. Женщина рассказала, что в вечернее время 19 сентября возвращалась домой, когда по пути своего следования на тропинке перед собой увидела мужчину в темной одежде. Мужчина вызвал у нее подозрение, и она решила ускорить шаг. Побежала, упала, выронила сумку. Но так как она испугалась, она оборачиваться и забирать ему что-то не стала и убежала домой. И уже когда она обратилась в полицию, следственная оперативная группа выехала на место. Выехавшие на место ЧП стражи правопорядка не обнаружили ни нарушителей, ни сумки. В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия. Устанавливается предполагаемая личность того, кто мог испугать женщину и забрать сумку. По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение. И на этом у меня все. Следите за развитием событий и оставайтесь на телеканале РБК Омск. Редактор субтитров А.Семкин